Привет. Сегодня мы прокатимся обратной дорогой от Алёховщины до трассы Кола, а заодно я расскажу пару фактов об этих местах. Поехали. До 1956 года Алёховщина была центром Аятского района. Здесь находились колхозы Алёховщины и Аятский. Сегодня это крупнейшее село Ладинопольского района, центр сельского поселения. В селе имеются школа, Алёховщинский дом культуры и мастерские гончарных промыслов. Колхозы, закрытые земледелием, занимаются фермеры. Развита культура охоты в здешних лесах. Село располагается на значительном удалении, как и федеральных трасс, так и железнодорожных веток. Однако, при этом в последние годы заметен рост числа постоянного населения как самого села, так и близлежащих деревень. Село расположено на пересечении автодорог 41А009, Ладейное поле Чудово, и 41К016, станция Аять-Плотична. Но, как говорил ранее, до ближайшего районного центра от села далеко, 47 километров, а до станции железной дороги Ладейное поле, 45 километров. Справа на повороте остался продуктовый магазин. А слева за деревьями, старый дом культуры, ныне не действующий. Пересекаем реку Аять. К сожалению, информацию об истории моста найти не удалось. Скорее всего, он уже позднесоветский. А за мостом справа уже виден современный дом культуры. А вы говорите, на селе жизни нет, есть. Налево уходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ленинградской области Ладейное поле, Тихвин, Будыгощ, Чудово. От Олеховщины в сторону Тихвина километров 10 хорошего асфальта, потом километров 50-60, грейдер. Довольно ровный для грейдера, но на дороге лежат тысячи и тысячи валунов, некоторые, размером с кулак, некоторые, с голову. По словам местных жителей, между Будыгощу и Чудово есть участок дороги даже не с грейдерным, а с грунтовым покрытием, труднопроходимый даже для УАЗа. Но этот участок легко объехать, свернув на Кириши. Однако лучшим решением будет вернуться на трассу Кола. Да сделать крюк километров в 100, но остаться в живых. Слева, местное отделение полиции. В селе соседствуют частные дома и огороды, и многоквартирные дома, хоть и малоэтажные. Слева за участком полиции начинается торговый квартал, хозяйственные товары, товары для дома и строительные материалы. За перекрестком слева, магазин, магнит и автостанция. Центральнее некуда. А справа сразу видно, что даже советский многоквартирник может выглядеть отлично. Впрочем, следом за ним, точно такой же дом, но совершенно в другом состоянии. Верим, и до него очередь дойдет. Еще один отличный пример модернизации слева и зимний каток справа. И правда, ведь село живо, разве нет? В целом, Алёховщина очень опрятная и оставляет приятные впечатления. Пересекаем речушку Виллингу и приближаемся к границам села. Прощаемся с Алёховщиной и держим путь до трассы Кола. Дорога хорошо почищена грейдером, ровная, повороты просыпаны песком. Но местные не рекомендуют разгоняться больше 70-80 км в час, много диких и непредсказуемых животных, встреча с которыми может стать фатальной. Деревья слева стали реже и между ними видно поле, ныне используемое для сельхознужд. А во время Великой Отечественной войны здесь располагался аэродром штаба 257-й сводной авиационной дивизии. Внезапно, рекламный щит в лесу. Деревня Субочиницея упоминается на картах с 1834 года, а среди местных жителей известно крутым спуском к ней с поворотом. По незнанию, многие автолюбители улетают с дороги. В деревне мы пересекаем речку Тикша. Новинка, новинка, крутая вечеринка. Деревня также упоминается на картах с начала 19 века. В каждом длинном видео есть место в вашей рекламе. Пишите. На месте деревни Кургина издавна жили люди. В 1992 году здесь были выявлены курганные группы, древнее захоронение. Небольшая, но очень позитивная деревушка. На другом же, противоположном, высоком кряжестом берегу реки Аять, в деревне Акулова гора, находилось родовое имение, принадлежавшее великому русскому художнику Василию Дмитриевичу Поленову, который был известен как исторический живописец, пейзажист, театральный декоратор, архитектор. Сюда, в имение Моченцеи, он стремился после утомительных заграничных путешествий. Уже будучи известным художником, он писал в письмах, теперь я в деревне, дышу полной грудью, какой у нас сосновый воздух. Итальянцы и не подозревают, что такой на свете существует. Вышка связи как ориентир. Яровщина, деревня из пяти многоквартирных домов. В глуши, зачем, для чего. Вероятно, здесь были расквартированы военные аэродромы Яровщина, ВВС 7-й отдельной армии, позже 7-й воздушной армии. Но аэродром давно сгинул в небытье. Никольский скит ведена Аятского женского монастыря. Скит расположен в 25 километрах от монастыря на берегу реки Аять. Исторически построенный в 1905 году, храм святого Николая Чудотворца был приходской и кладбищенской церковью деревни Яровщина и других окрестных деревень на левом берегу Аяти. В советское время в Никольском храме размещался клуб, а в доме священника — больница. К 70-м-80-м годам 20-го века здания обветшали и были заброшены и разобраны. К 2004 году приходской общиной завершилось строительство на старом фундаменте новой церкви немного меньше размером, но в целом повторяющей формы исторического храма. Мехбаза, поселок, вроде как, являлся административным центром Яровщинского сельсовета, в который входили 9 населенных пунктов общей численностью населения 810 человек. Но это не точно. Едем дальше. Странно, но ближайший отрезок от трассы Колы и железнодорожной станции Аять-Волховстроевский наименее заселен, если так в целом можно сказать об этих местах. Едем по пустой дороге и вокруг ничего. А гнать нельзя, потому что дикие животные не относятся к этому ничему. Субтитры создавал DimaTorzok Но вот снова начинается жизнь, деревня Аятский участок И поселок Рассвет И сама Уэть, да с железной дорогой, цивилизация А за речкой Викшингой, Итчинга уже начинается. Деревня на деревне прям Вот и трасса Колы. Наш путь пойдет до Ладоги, Волхова и Киришей, о чем смотрите в следующем видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии и ставьте лайк. До новых поездок.